всем привет дорогие зрители подписчики канала с вами как обычно катя мы продолжаем проходить первый масс эффект и в прошлой серии мы с вами выполнили два сайт квеста один из которых мы получили от елены блэйк на цитадели а второе время полета от адмирала хакета в общем то нам надо этот квест адмиралу хакету сдать давайте сдадим а то же все же надо еще поговорить было я почему-то не поговорила рада что смогла помочь я выполняю свою работу адмирал я не могла допустить чтобы погибли невинные люди хотел бы я чтобы все так выполняли свою работу я тоже бы хотела да ладно неправда спасибо большое адмирал гордость альянса ну кто б еще так меня назвал но давайте в конце концов уже вот как я вам и обещала в прошлой серии давайте уже полетим на вермайер а то уже сколько серии ходим вокруг да около этого вермайера или так нет подождите подождите я между сериями так и не сходила не посмотрела у интенданта насчет нужных мне деталей смысле не деталей на снаряжение ну вы поняли я хочу посмотреть появилась ли у интенданта оружие спектра потому что потому что если она появилась я его прямо сейчас и куплю я надеюсь хотя бы там на пистолет на дробовик мне денег хватит потому что прям очень очень хочется да давай дай посмотреть давай да черт возьми до алилуйя алилуйя наконец-то я дождалась ребятки ахахаха счастливее меня наверное сейчас никого нет да я хочу купить пистолет да я хочу купить этот пистолет и да я хочу купить этот дробовик да все ребят кажется в мире есть счастье потому что я купила самый лучший дробовик и самый лучший пистолет в игре все пути больше для счастья ничего не надо и ну конечно для счастья мне еще нужно снайперка и штурмовая винтовка которую я благосклонно отдам гарусу вот но я вернусь буквально к вам через секунду когда все это дело проверну чтобы не тратить ваше время на эти бегания туда-сюда вот так что увидимся буквально через секундочку так ребятушки извините пожалуйста в общем в итоге всех моих финансовых вот этих покупок и продаж мне удалось купить гарусу новую броньку но к сожалению на снайперку и штурмовую винтовку денег не хватило но я думаю после вермайра мы сможем купить вообще себе все что захотим давайте уже на вермайр все таки полетим уже может полетим уже раз со снарягой разобрались теперь у нас шепард будет просто машина смерти так что можно уже и лететь убивать этих синтетику тем более патронов вольфрама вот хоть одним местом жуй на всех их раздадим вермайр что здравствуй сюжетная планета вермайр планета с буйной растительностью идеальная для заселения формами жизни основу которых составляет углерод обширные моря и благоприятная орбитальная позиция стали причиной образования широкой экваториальной полосы с тропическим климатом к сожалению неблагоприятная политическая ситуация в ближайших системах термина препятствует колонизации высокая степень риска нападения пиратов и работорговцев не позволяет считать вермайр благоприятным для заселения а планетка то вообще суперская очень очень красивая прям так и тянет пойти на пляж поваляться там на лежаке с коктейлем в руках зонтиком так ну как всегда кайден и гарус конечно естественно наш стандартный выбор на все сюжетные миссии капитан получен сигнал наверное отлично следите за защитными башни за защитными башнями выбрасывайте мака влезем самое я веду вас ниже зоны рад ребят почему вы не договариваете с собой праздную странно у нас все чисто капитан молодец джокер держитесь подальше и не лезьте на рожон пока я не отрублю зенитки я свое дело знаю встретимся в лагере как только вырубите ваш о гляньте какая классная броня у гаруса вообще супер такая белая синяя сине-белая так поскольку вермайр у нас довольно длительная миссия довольно длинная продолжительная по времени я думаю есть смысл разделить формат на две части но это я так чтобы вы знали что за одну серию мы с вами вермайр скорее всего не пройдем ну что где-то сдохни пожалуйста и ты пожалуйста тоже умри прищемите себе голову дверью почему-то это моя новая любимая фраза просто я ее использую везде и месту и не к месту ах мой стиль вождения по-моему вообще не с чем перепутать так отлично дрона взбили ой я кого-то раздавила наверное это местные которые здесь живут ребята извините я не хотела не менее я пошла отсюда я отсюда пошла идите вы нафиг идите вы идите вы нафиг ребята я пошла давай иди могла вали я не хочу с ними разбираться просто все завалили что тут у нас я не знаю зачем это сделала на всякий пожарной так давайте просто просто проедем мимо так в общем то я и делала всегда мы просто проедем мимо чтобы не выносить мозги никому так здесь мы тоже просто мимо мимо проедем всю жизнь мечтала сбить гетто нет да что такое я застряла давай вали все едем я загрузочный экран ой япона мать ой япона мать ой япона мать так все черт возьми черт возьми нет 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 да вы задолбали меня уже ребята японский вох как вы мне надоели я оружейный шкаф не я туда уже не пойду все наконец-то блин у нас переднее правое колесо уже что-то не очень как-то я смотрю валька воу 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 валька все да по моему нам сюда давайте глянем Да, нам налево. И помехи, к счастью. Не попало, не попало. Так, где-то здесь должен быть еще один колосс, насколько мне помнится. Да, по-моему, вот он сейчас будет. Ну ничего, мы с ним справимся. Ай-яй-яй, не, не попал. Зачем я поехала прямо на него, я не знаю. Зачем я туда выстрелы елила, я не знаю. Так. Они все должны быть где-то здесь, да, вот они. Так. Вон он. Так, одного завалили. Отлично, их еще трое. Так, еще кого-то завалили. Еще кого-то. И теперь остался кто-то вот здесь вот. Все. Отлично. Больше здесь никого не осталось. Ну, на всякий случай лучше достать оружие. Так, сейчас проверим. Все ли мы взяли? Игра, пожалуйста. Прекрати себя так вести. Ты меня расстраиваешь. Так, вольфрамовые патроны. Все. Так, 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 так. Что-нибудь подняли? Нет, ничего. Кайден, какие у тебя патроны стоят? Патроны молот. Нет, бери себе. Бери себе вольфрамовые. Так, а у меня какие стоят? Вот, я хочу себе шестые полоневые на дрововик. Гарус. У тебя стоят вольфрамовые пятые, да? Бери-ка себе полоневые шестые на снайперку. У тебя вообще разрывные стоят. Бери вольфрамовые. Что-нибудь еще у нас есть? У тебя стоит улучшенный прицел. Давай тебе боевой сканер поставим. Так, здесь у нас стабилизатор стрельбы тоже, да? Давай шестой тебе. А у меня? У меня тоже, у меня шестой. А, ладно, хрен с ним. Давайте сюда боевой сканер поставим нам на дрововик. Рано или поздно нам это все равно пригодится. И пойдем откроем сейчас нам дверку. Должен быть способ отключить эту пушку. Да, я знаю, пошли, я знаю дорогу. Сейчас пойдем посмотрим. А, вон там кто-то еще есть. Да, ешкин кот, прячься ты, прячься, женщина. Все, все. Так, лут пособирать легкий. Не, реально планета очень красиво, классно сделано. Мне прям очень не нравится. Просто тропический рай. Если бы только не напряженная политическая ситуация, наверное, было бы просто отличный был бы курорт. Питание зенитной пушки. Сейчас, сейчас, сейчас все выключим. Все. Отлично. Готов двигаться, капитан. Я хочу открыть вот этот вот ящичек. Тут наверняка куча всего, да. Тут хорошие вещи, которые мы потом продадим. Потому что мне нужно еще, наверное, где-то 400 тысяч кредитов, чтобы купить Гарусу снайперку и штурмовую винтовку из набора спектров. Господи, Кайден! Японский бог, как ты меня напугал, зараза. Откуда ты взялся вообще? Фух, слушайте, ну реально, это было очень внезапно, неожиданно и потому страшно. О! Нормандия. Господи, какая же она красивая. Божечки, я просто влюблена в этот корабль. Он просто прекрасен. Ну, выходи, подлый Тарос. Так, я кого-то завалила. И еще кого-то завалила. Так. Кто-то у нас вот там сидит. Нет, не попало. Давайте сюда попробуем. Тоже не попало. Так. Ну там где-то один вот там сидит. Так, а вот где вот этот вот? Их там даже, по-моему, вот... Нет, один. А, вот он где. А я стреляю наверх, думаю. Где он там? Ну, вообще, молодец. Так, новый уровень. Господи, да что прокачивать-то? Прокачивать нечего. Ладно, давайте деформацию. Кайден, у тебя есть что-то новенькое? Ага, Гарус. Уничтожение уровень 3. Я счастлива. Учитывая, что я никогда не пользовалась вообще ничем. В первой части. И, собственно... Я не помню, чтобы когда-нибудь я включала тактический экран. И особо прям так... Так, давайте... Да. А их там двое. Все, да? Ну, так вот, я не помню, чтобы я вообще когда-нибудь пользовалась тактической камерой. Этим тактическим экраном, чтобы раздавать ребяткам указания. И, собственно, я даже не знаю, как у них там действуют эти их способности. Потому что я их никогда не использовала. Ну, не знаю, они даже здесь на среднем уровне сложности, в общем-то, не так уж и нужны. На сложном уровне, да. На харде они, конечно... Это последние. Теперь мы сможем выйти к лагерю Салурианск. Отлично. На харде всегда, конечно, надо этим пользоваться, чтобы отдавать приказы об атаке. Чтобы там ребята стреляли в того, кого тебе надо. А не просто по рандому. И все такое. Но на среднем уровне сложности, я думаю, это не так притично. В общем-то, поэтому я никогда этим и не пользовалась. Все отлично телепортировались у Мако и поехали дальше. Ух, красиво. Красивые молнии такие прям вообще. Офигеть. Капитан, Нормандия приземлилась на базе. Но, похоже, мы тут застряли. Капитан Салурианец все объяснит, когда прибудете. Окей, я уже почти приехала. Осталось совсем чуть-чуть. Да, вот он, лагерь. Все, приехали. Отлично. А вот и Салурианцы. Ага. Я 33 штуки кредитов получила только за то, что приехала в лагерь Салурианцев. Да, это просто жесть. Что нам делать теперь? Подождите, пока мы не разработаем план. Вы здесь главный? Какова ситуация? Я капитан Керрахе. Третий секретный отряд ГОР. Вы высадились посреди зоны боевых действий. На вас были нацелены все до единого зенитные орудия. И что нам теперь делать? Мы ждем, пока Совет пришлет по нашему запросу подкрепление. Мы и есть подкрепление. Что? Вы все, кого они прислали? Я говорил Совету, чтобы направили сюда флоту. Мы не поняли ваши сообщения. Меня прислали разобраться. Нас сюда направили затем же. Пока мы разбирались, я потерял половину своих людей. И что вам удалось найти? Оперативную базу Сарена. Здесь у него исследовательский центр. Но он кишит геттами и хорошо укреплен. Какие исследования проводит Сарен? Он пытается вырастить армию Кроганов. Как так может быть? Очевидно, Сарен нашел лекарство от генофага. Почему он так заинтересован в том, чтобы вылечить генофаг? Так был решен вопрос с Кроганами. Да я в курсе, Рекс. Ну просто в чем интерес Сарена? Мы внедрили популяцию Кроганов в генофаг, чтобы снизить их численность. Иначе Кроганы быстро заполонили бы всю галактику. А эти Кроганы слуги Сарена. Мало нам геттов. Армия Кроганов. Его невозможно будет остановить. Именно так я и думаю. Мы должны уничтожить этот комплекс и все его секреты. Уничтожить? Я так не думаю. Наш народ умирает. Это лекарство может его спасти. Если лекарство покинет планету, Кроганы станут непобедимы. Мы не можем повторить свою ошибку. Мы не ошибка. Ожидаются проблемы. Злых Кроганов нам и так уже достаточно. Все будет хорошо. Я с ним поговорю. Было бы неплохо, капитан. Моим людям нужно проработать план атаки. Вы можете дать нам время? Давайте, капитан. Я скоро вернусь. Это не займет много времени, капитан. Кстати, если вам что-нибудь нужно, обратитесь к капитану Рентоле. Он в одной из этих палаток. Похоже, тут все довольно сложно. Да, я бы так не волновалась, если бы не Рекс. У него такой вид, будто он сейчас взорвется. Думаете, мне надо с ним поговорить? Это не повредит. То есть, он может вам повредить, конечно. Будьте осторожны. Рекс меня не беспокоит. Он будет хорошо себя вести. Как скажете. Но если вы не против, я буду за ним приглядывать. Знаешь, я определенно против. Определенно. Так, давайте на всякий пожарный здесь сохранимся. Потому что я не знаю, пройдет ли все так, как мне надо. Лично я хочу, чтобы Рекс здесь выжил. Что возможно только при определенном наборе фраз. Шепард, если от генофага есть лекарство, его нельзя уничтожать. Спокойно, Рекс. Я не враг вам. Злиться нужно на Сарена. Правда. Сарен создал лекарство для моего народа. Вы хотите его уничтожить. Вот и объясните, Шепард. Сейчас для меня граница между другом и врагом как-то расплылась. Это не лекарство, а оружие. И если позволить Сарену использовать его, вас не ждет ничего хорошего. И никого из нас. Мы должны быть готовы рискнуть. Речь идет о судьбе всего моего народа. Если у вас нет другой причины, кроме этой, чтобы погубить надежду моего народа, вы мне больше не нужны. Я не дам поставить под угрозу нашу миссию. Значит, все. Столько времени, и это все, что я получаю. Вы не понимаете, что это значит для Кроганов? Эту базу нельзя разрушать. Я этого не допущу. Эти Кроганы – рабы Сарена. Марионетки – инструменты, которые он использует и выбросит. Вы этого хотите для своего народа? Нет. Мы уже были марионетками Совета. Они отблагодарили нас за уничтожение Рахни и сделали бесплодными. Вряд ли Сарен так расщедрится. Хорошо, Шепард. Вы меня убедили. Мне это не нравится. Но я верю вам и пойду за вами. Только одно. Когда мы найдем Сарена, я хочу его голову. Да вообще без проблем. Получишь. Фух. Все, можно выдохнуть. Господи. Это был напряжный момент, на самом деле. Я боялась, что мне придется его застрелить. Но если бы я его не застрелила, его бы застрелила вот эта вот деревянная женщина по имени Эшья. Но я рада, что все получилось, что все устаканилось. Мне бы, честно, не хотелось бы его убивать. Потому что он, черт возьми, один из ключевых персонажей. Япона мать. Так, капитан Орентола. Здравствуйте, человек. Я капитан Орентола. Да, давайте. Покажите мне, что у вас есть. Покажите мне, что у вас есть не так много. Я хочу посмотреть. Так, вот. Улучшение гранат. Лицензия. И улучшение панацелина. Все. Это, наверное, все, что мне надо. Страйкер 9. Хреновый пистолет. А что мы можем продать? Так. Противоторианский газ. Ну, пусть он у нас останется. Ну, пусть он у нас останется на память. Патроны у молот мы продаем. Так. Что здесь у нас такого дурацкого есть? Средняя броня Феникс. Она хреновая. У нас ее никто носить не будет. Так. Крио патроны тоже продаем. Дурацкая вещь. Так. Протонные патроны тоже. Убиление рельса тоже. Нахрена нам надо? Я не знаю. Так. И я там увидела, что мы подняли... Ай, да ладно. Подняли модулятор счета. Давайте посмотрим. Шестой. Отлично. Это то, что нам надо. Потому что у нас пятый. Активная ткань 5. Мне бы шестую активную ткань, если бы она была. Но ее здесь нет. Ладно. Поэтому пусть будет так, как есть. И давайте уже, наконец-таки, пойдем пообщаемся с этим капитаном Керахи. Крутой мужик. Если он выживет, то появится во второй части, кажется. Или в третьей. Ну, короче, в одной из следующих частей он точно появится. Да без проблем. Надо было с ним поговорить. Так. Значит, у вас план есть. Я полагаю, это значит, что вы составили план. В своем роде. Мы можем превратить двигатель своего корабля в 12-килотонный заряд. Грубо, но эффективно. Мило. Сбросить эту штуку с орбиты, и Саран распрощается со своей турианской задницей. К сожалению, для этого комплекс слишком хорошо защищен. Взрывное устройство нужно заложить в конкретном месте. Куда его нужно заложить? И как нам туда попасть? Бомбу нужно перенести на дальнюю сторону комплекса. Ваш корабль сможет ее сбросить. Но сначала нужно проникнуть в комплекс, отключить зенитную артиллерию и подавить наземные силы. Мы пойдем без огневой поддержки? У нас слишком мало людей. В лобовую мы с ними не справимся. Конечно, нет. Но, думаю, можно найти другой способ. Я собираюсь разделить своих людей на три отряда и ударить по фронту комплекса. Когда мы отвлечем внимание противника, вы со своим отрядом проскользнете сзади. Идея хорошая, но ваших людей ждет сущая бойня. Мы крепче, чем кажемся, капитан. Но вы правы. Вряд ли многие из нас выйдут отсюда живыми. И от этого ваша задача становится еще более сложной. Нужно, чтобы со мной пошел один из ваших людей. Он поможет координировать наши действия. Нужен кто-то, кто знает коммуникационные протоколы Альянса. Я вызываюсь добровольцем, капитан. Не так быстро, лейтенант. Вы будете нужны капитана, чтобы снарядить бомбу. К соларианцам пойду я. При всем моем уважении, сержант, это решать не вам. Почему, когда кто-то говорит «при всем моем уважении», он имеет в виду «пошел к черту»? Уильямс, вы пойдете с соларианцами. И без подвигов, ясно? Слушаюсь, капитан. Я прикажу загрузить бомбу на борт Нормандии. И дам вашей команде инструкции о том, как ее подорвать. У вас есть еще какие-то вопросы, капитан? Так, ну, давай, про план отхода расскажи мне. Меня подберет Нормандия. А как ваши люди спасутся от взрыва? Мы будем связывать гетто в боем, пока сможем. Как только вы заложите бомбу, мы отойдем назад, чтобы покинуть радиус поражения. Если будем двигаться быстро, сможем обойтись допустимыми потерями. Если нет, нас будут помнить, как великих героев. Вы говорите так, словно это миссия самоубийства. Не хочу вам лгать, капитан. Есть вероятность, что никто не выживет. И ваша команда тоже. Но мы сделаем все необходимое. Тень, это понятно. Как будут называться другие отряды? Айгор, Маннавай и Джаэта. Так назывались первые поселения на трех колонизированных нами планетах. Сегодня это сердце Саларианской территории. Эти имена будут напоминать нам, за что мы сражаемся. Чтобы у нас был шанс победить, нужно вложить в это дело душу. Мы готовы выступать по приказу. Превосходно. Тогда, если позволите, мне нужно подготовить своих людей. Ну вот. Не делайте глупостей, пока меня не будет, лейтенант. И вы тоже, капитан. Все будет хорошо. Увидите. Да я просто... Удачи. Хотите что-нибудь сказать, сержант? Не знаю. Просто все странно. Перейти под чужое командование. Я привыкла работать с вами. Со всеми вами. Не волнуйтесь. Увидимся на той стороне. Я знаю. Я... Для меня было честью служить с вами, капитан. Неважно, в одном мы отряде или нет. Все равно, мы команда. Берегите друг друга. Будьте начеку. И деритесь изо всех сил. Мы все останемся целы. Ну, я бы так не сказала насчет того, что прям все-все останемся целы. Собственно, поэтому я и шли отправила вас к Соларианцам. Я привык доверять каждому из вас, но я слышу ропот недовольства. Я разделяю ваши опасения. Нас учили работать в разведке. Мы могли бы стать легендой, но наши данные засекречены. Слава на поле боя не наш путь. Вспомните наших героев. Бесшумного, победившего целую нацию одним выстрелом. Беспокойную, которая посредством шантажа не давала врагу напасть на нашу страну. Эти герои не принесут нам утешения. И они не все, что у нас есть. Перед тем, как появилась сеть, был флот. Перед тем, как появилась дипломатия, были солдаты. Своим влиянием мы остановили Рахни. Но до этого мы держали линию фронта. Своим влиянием мы остановили Кроганов. Но до этого мы держали линию фронта. Своим влиянием мы остановим Сарана. Сегодня в этом бою мы будем держать линию фронта. Удачи, капитан. Надеюсь, мы еще увидимся. Увидимся, конечно. Так, кого бы с собой взять? Это на самом деле довольно проблематично, потому что кого бы взять? С одной стороны, было бы неплохо Тали с собой взять, потому что там будет целая куча просто всяких ящиков, которые надо взломать. И поэтому хорошо бы технические умения повыше, но блин. Ладно, давайте, Гарус и Тали пойдет. Заодно посмотрим, как они будут вместе работать. Как у нас вместе получится вообще хоть что-нибудь или как. Проверка связи. Капитан, вы меня слышите? Слышу, ясно. Хорошо. Начинаем атаку. Мы постараемся прорваться к зениткам, но, возможно, заканчивать работу придется вам. И капитан, если вы найдете способ ослабить их оборону, нам это очень поможет. Окей. Так, для начала, Тали, мне нужно проверить твои патроны. Так, полониевая. Хорошо. На пистолете что стоит? Вольфрамовые пятые. Ладно. Нормально. Так, на тебя у нас ничего. Ничего нету. А, вот стабилизатор стрельбы. Нормально. Так. Что это? Радиатор. Зачем тебе радиаторный пистолет? Бери себе боевой сканер. Радиатор поставь на дробовик. Так. И сразу. Гарус, бери снайперку. Тали, ты у нас с дробовиком. Все? Достал? Молодец. Все, идем. Выдвигаемся. Тень вошла в зону. Повторяю. Тень вошла в зону. Сержанту Ильямс. Сонряд твоего. Мановай, Джаэта. Вперед. Можа привлечь к себе внимание. Ай, блин, я застряла в камне. Мановай под перекрестным огнем. Бейте по дальнобойным уровням. Мога в этом целится. Ой, это был разрушитель. Я думаю, что так долго убивается. Ха-ха. Все цели уничтожены. Штурмовая винтовка гетов. Блин, офигенное оружие. По-моему, мы ее получим только в третьей части. Черт возьми. Так, давайте сразу. Коммуникации гетов нарушены. Отлично, все. Идем дальше. Так, сразу тут лут собрать всякий разный. Куда ж без лута-то? Все. Так, Талия, может тебе подойдет какой-нибудь пистолет? А, у тебя такой же. Ладно. Тогда идем дальше. А это потом, например, я не знаю, Ляре можно будет отдать пистолет. Так, куда мы можем с вами пойти? Для начала мы можем пойти направо и потом взять еще правее. Да, давайте так и сделаем. Им что-то мешает целиться. Внимание! Сержант Уильямс, помогите отряду мановай. Ага. Отлично. Так. О, началась классная музыка. Но мы пойдем направо. Я же иду правильно, да? Нет. Нам надо сюда. Нам же сюда? Да, нам сюда. Я иду правильно. Ребята, прикрутите там стрелять в скалу, пожалуйста. Спокуха, сейчас все будет норм. Сейчас все отключим. Спутниковый канал, связи нарушим. Где-то здесь должен быть Кроган. Вот. Все. Все. Так, что-нибудь в плюшке тут есть какие-нибудь? Нету. Спасибо, что сказала, что здесь никого нет. Я бы и так это поняла. Но спасибо, Тали, ты очень добра. Так, сейчас мы тоже с вами пойдем направо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто у нас тут? Кто у нас тут? Разрушитель. Хе-хе-хе. Я не ожидала, что он здесь появится. Можно было бы пойти налево, но там Кроганы нахрена не мне нужны? Мне нужно сюда. Так, достаем дробовик. Летающие дроны гетов уничтожены. Сейчас мы еще вот эти вот вещи взорвем. Все. Чтоб прям вообще круто было. Так, сейчас тут тоже что-то будет. Вон они, я уже... Я уже их вижу. Так, один готов. Блин, не люблю Кроганов. Они регенерировать, а это раздражает дико. Все, кажись, завалили. Так. Где-то здесь должен быть ящик с лутом, если я не ошибаюсь. По-моему, вот здесь вот где-то. Да, точно. Определенно я была права, да. Ой, а что это мы такое там подняли? Что это было? А, это пистолет Карпов. Вот это круто. Мы его потом Кайдену отдадим, он офигенный. Так, импульсное оружие. Да ладно, импульсное оружие гетов. Ребята, офигеть. Просто офигеть. Гарус, забирай. Некоторые улучшения переместить не удалось, они возвращены в инвентарь. Да плевать, я подняла импульсную винтовку гетов, это просто. Я думала, в первой части ее вообще нет. А она есть, это... Блин. Это офигенно. Гарус. Быстро. Быстро достал. Дааааа. Ох, ну хоть кто-то у нас походит с импульсной винтовкой гетов, она офигенная. У нее, конечно, урон не такой здоровый, какой мог бы быть, но она очень скорострельная. И это, в общем-то, компенсирует низкую мощность отдельного заряда. Держать позиции, ребята, держать позиции. Слушайте, как мне прям повезло в этот раз с лутом, прям супер, я очень довольна. Новый уровень, давайте сразу его поднимем, пока не забыла. Боже. Боже. Что происходит? Что происходит? Господи, ребята, вы видите то же самое, что и я? Аааа, какой ужас. Просто кошмар. Жесть, я не хочу на это смотреть, все. Это просто какой-то капец. Ха-ха-ха. Обалдеть. Так, надо взять дробовик здесь. Так, да, получить доступ. Есть доступ к системе безопасности. Можем отключить сигнализацию. Или даже заставить ее сработать на противоположной стороне комплекса. Это отвлечет охрану. Но саларианцы тогда могут не справиться. Не, у них и так проблем дофига. С охраной внутри мы разберемся. Да, просто я хочу, чтобы капитан Керахи выжил. Но. Вот так вот. Хе-хе-хе-хе. Так. Все, да? Отлично. Так, их капитан упоминал, что потерял часть бойцов. Вы не подумайте, что я не знаю, куда идти. Я просто смотрю, есть ли здесь ящики с лутом. Нету. Ну и ладно. Где-то тут должен быть еще один разрушитель. По-моему, он там выше по лестнице. Да, вон он. Я аж помню, что эта зараза стоит здесь. А это даже не просто разрушитель. Это долбанный джиггернаут. Ай, я промазала. Не, все, нормально. Вы смотрите, за него почти 600 пунктов опыта дали. Охренеть. Талия, ты знаешь, что ты слишком много разговариваешь. Черт тебя задери. Просто катастрофически много. Это раздражает. Данные о базаре. Это наверняка будет какая-нибудь запись из кодекса, которую мы с вами не читаем от слова совсем. Я помню, что я вам когда-то обещала, что вот, я буду читать все записи из кодекса. Хрен. Хрен там. Ничего я не читаю, потому что там долго и муторно. А все записи из кодекса есть на таком отличном сайте, как в Википедии по масс-эффекту. Там есть вообще все. Так. Все, да? Отлично. Так, давайте сходим, освободим саларианцев. Потому что они там стоят и надеются, что их спасет хоть кто-нибудь. Так что давайте мы их спасем, а то они же погибнут здесь, когда бомба взорвется-то. Не внушению. А, одурманивание. Индоктринейш. Так, как они. Прошу вас, выпустите меня. Я открою вашу клетку. Но дальше вы сами по себе. Не оглядываться и попробовать убежать от взрыва? Что ж, так у меня больше шансов выжить. Спасибо, человек. И удачи. Вам она понадобится. Тебе тоже, братюня, она очень-очень понадобится. Давайте этих тоже выпустим. Да. Зачем Сарна это делает? Это лишено всякого смысла. Откройте двери. Дадим им шанс укрыться от взрыва. Вы уверены, Шепард? В лучшем случае они поранят самих себя. А если у них остались какие-то мысли, они могут быть направлены против нас. Да ничего страшного, все нормально. Выпустите их. А они нас не тронут. Очень хорошо. По крайней мере, взрыв со всем этим покончен. Эти ничего не сделают. Я должен идти. Я знаю, я знаю. Так, а вот этого почему нельзя выпустить? Он там стоит тоже что-то. Видимо, он какой-то буйный. Ладно. Но эти нам ничего не сделают. А вот там есть дальше еще камера с саларианцами. И их уже мы выпускать не станем. Потому что они ненормальные. Вот. Нам с вами вот сюда на лифт. Но давайте сходим так. Э, низкий уровень навыка. Зашибись вообще. Так. Ой, сколько я. Еще одно. Обалдеть. Еще одно импульсное ружье. Надо будет его отдать этому. Господи, какого зовут-то? Рексу. Круто. Так, Таля. Тебе подойдет какой-нибудь? А, не, не подойдет. Ну, бери вот этот пистолет. Все ж мы никак не возьмем на тебя... Эту. Как ее? Броню. Броню, Наталья, никак не найдем. Но я надеюсь, что на цитадели мы где-нибудь ее отыщем. А то что такое. Не знаю, вон они там. Тону их в пень. Так, пошли в пень. Так, тут какие-нибудь пылюхи есть. Да, вот здесь вот что-то где-то было. Вот тут еще как-то можно было бы, наверное, зайти. Тут вон панель. Но она закрыта. Я не знаю, как ее открыть. Ну и в пень. Зато тут вон куча лута. Все. Собрали все. Можем возвращаться к лифту, я думаю. Тут вроде бы... Давайте глянем. Может быть, с этой стороны тоже что-нибудь есть. Не, здесь ничего. Не, ну я должна была проверить, ну вы понимаете. Так, панацелинчику взяли. На всякий пожарный, если он нам пригодится. А я думаю, что он нам не пригодится. Где-то что-то сидел. А, вон они, эти бешеные салорианцы. Хрен с ними пусть сидят. Ну давайте на этом нашу первую часть по Вермайру закончим. Вот, я надеюсь, она вам понравилась. Не забываем подписываться на канал. Не забываем рассказывать о канале своим друзьям. Пусть тоже подпишутся. Потому что вместе нам будет интересней и веселее. Да, вот такая вот простая и очевидная вещь. Но вот этого не менее действенная. Вот, увидимся с вами в следующей серии. С вами была Катя. Всем лучей добра. И пока, ребятушки. Субтитры сделал DimaTorzok